Самарец Андрей Кочетков сообщил в фейсбуке, что сегодня решается судьба центра города. Получит ли он статус исторического поселения или нет? На днях стартовал сбор подписей под соответствующей петицией. Статус исторического поселения не решит в одночасье всех проблем, не прекратит разрушение исторических зданий, но вынудит обращаться с нашим наследием деликатно и с умом, а не просто застраивать самую ценную землю в городе обычными спальными кварталами, пишет автор. Под петиции по ссылке уже подписались очень разные люди. Там есть подписи самарцев нынешних, уроженцев города, просто людей, любящих Старую Самару. Ведь Старый город — это то, что не принадлежит какой-то одной группе людей. Он важен для нас всех. Неважно, живешь ты в нем, обитаешь в Самаре за его пределами или же приезжаешь сюда из другого города или страны. В паблике поисково-спасательного отряда «Полярная звезда» соцсети ВКонтакте сообщили, что в России благополучно завершились поиски 17-летнего Ильи Любаса из Самары и 14-летней Ангелины Щербик из Турции. Дети найдены живыми и здоровыми в Брянске. Подростки убежали почти три месяца назад из Новолукомля в Белоруссии, где Геля гостил у отца на каникулах. Предположительно, причиной побега мог стать запрет отца на продолжение отношений пары. До тех пор, пока дочери не исполнится 18 лет. В розыске исчезнувших Ромео и Джульетты участвовали волонтеры двух стран России и Белоруссии. Утверждается, что дети передвигались по Белоруссии на автобусе, а покинули страну пешком через границу. Подростки якобы мечтали попасть в Чернобыль. После просмотра нашумевшего сериала у них возникло желание нафоткаться на фоне АЭС и заработать кучу лайков. По факту нашумевшего побега была снята даже передача на одном